Новости четверга Мудрость и опыт прожитых лет. Ветерану Великой Отечественной войны Григорию Семеновичу Верещагину исполнилось сегодня 95 лет. В фестивале стиля, моды и красоты «Восторг весны» будет участвовать 8-летняя Милана Майборода. Девочка представит свою дизайнерскую коллекцию одежды для кукол. В администрации Котласа прошло совещание при участии уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Ольги Смирновой. Ее визит связан с обращениями жителей Котласа и района. Цель однодневного визита уполномоченного по правам ребенка Ольги Смирновой – это рассмотрение и решение проблемных вопросов, связанных с детьми. Ольга Леонидовна приезжает в Котлас ежегодно, так как предпочитает решать неоднозначные проблемы лично и, что называется, на месте. Она принимает обращения не только от Котлаша, но и жителей Котласского района. Обращения к правозащитнице поступают из детских домов, прокуратуры, следственных отделов, школ и органов опеки. На этот раз она рассматривала проблемы двух семей с приемными детьми. Еще одну семью навестила прямо в Котласской больнице, посетила школы и провела большое количество встреч личного характера. Ольга Леонидовна озвучила свою позицию, просьбы и пожелания по множеству вопросов и ситуаций, а также отметила многолетнее плодотворное сотрудничество с главой Котласа Андреем Бральниным. Это сотрудничество помогает своевременно решать вопросы и отстаивать интересы маленьких жителей города. Глава города Андрей Бральнин провел рабочую встречу с управляющими компаниями и жителями поселка Вычегодский. Он рассказал о возможности участия в федеральной программе по ремонту и благоустройству дворовых территорий. Но встреча свелась к жалобам людей в адрес управляющих компаний. На встрече присутствовали заинтересованные и активные жители поселка, представители многоквартирных домов. Они пытаются найти поддержку у властей, хотя большинство вопросов, связанных с работой управляющих компаний, вправе решать самостоятельно. Никто за вас никаких решений принимать не будет. Завтра сюда может прийти любая компания, как с города Котласа, как какие-то мне говорили объявления, там откуда, с Иктывкара. Понимаете, это все работают в рамках закона и вы вправе принять любое решение. Чтобы эффективно решать вопросы, связанные с обслуживанием дома, жильцы должны выбрать старшего по подъезду или старшего по дому, а потом коллективно принимать решение, договариваться с управляющей компанией о тарифах, условиях работы и отчетности. Кстати, тарифы – самая больная тема для вычеготцев. Особенно волнует систему начисления платы за общедомовые нужды. Постановление 354, которое говорит о том, что в тариф по содержанию входит оплата общедомовых нужд. Вроде как бы ничего такого, да? Но если, например, наш дом конкретно сегодня имеет меньше 80 рублей общедомовые за горячую воду, за холодную воду, за электроэнергию, да? И мне предлагают тариф на 5 рублей больше из-за общедомовых. Это, опять же, вопрос федерального законодательства. То есть, по идее, надо сегодня искать такой вариант, чтобы он позволял интересы жильцов отстаивать, да, чтобы он был, вот, но в то же время и управляющей компанией. Потому что сейчас, с Нового года, что произошло? Законодатель сказал, что если у дома есть управляющая компания, то все общедомовые нужды должна закрывать управляющая компания. Еще один вопрос касался борьбы с должниками, квартиры которых находятся в муниципальном найме. Некоторые жители поселка считают, что именно администрация города должна нести ответственность за неплательщиков. У вас, мне кажется, не совсем такое правильное мнение сложилось в том вопросе, что если квартира муниципальная, не приватизированная, то муниципалитет, как собственник, несет все, скажем так, всю ответственность за этих недобросовестных найма... Да, правильно. Мы так считаем. Вы так считаете? Да, я уверена в этом на 100%. По своевременному внесению платежей по проведению текущего ремонта квартиры несет наниматель. Наниматель в соответствии с жилищным законодательством. Некоторые жители поселка озвучили недоверие к своим управляющему компаниям. Мол, те накручивают цены на отдельные услуги, а потом намекают о том, что могут помешать жильцам сотрудничать с другими подрядчиками. У нас канализация в 57-м доме. Плаваем в говне, извините меня за это выражение. Мы решили делать. Они нам такую цену сделали, посчитали. Мы пошли в другую организацию, все договорились. Нам Гусевской сказал, мы еще посмотрим, как они вам сделают и примем ли мы у вас. Понимаете? Если этот факт реально будет появляться, вот это предмет для нас, для разбирательства уже. Та организация, которая обслуживает ваш дом, участвовала в приемке этих работ. Это обязательно. И если у них будут обоснованные претензии к работам, то тут уж извините. Андрей Бролин еще раз напомнил, что жители многоквартирных домов праве сами выбирать, какая компания и на каких условиях будет обслуживать их дом. В целом глава города отметил низкую активность вычеготцев в принятии решений и призвал жителей быть предприимчивее в вопросах, связанных с обслуживанием дома. Тем более сейчас, когда появилась возможность отремонтировать дворы за счет федеральных средств. Администрация Котлса напоминает Котлашанам о том, что сбор заявок на участие в федеральной программе по благоустройству дворовых территорий заканчивается 20 марта. Справки по телефону 31092 либо в 208 кабинете городской администрации. И еще одна информация от администрации города. 21 марта с 8 утра до полуночи в городе будет перекрыта подача холодной и горячей воды. Это связано с переустройством участка питающего водопровод первого подъема. Работа выполняется в рамках строительства восточного шоссе. Сегодня свой 95-й день рождения отмечает фронтовик, участник Великой Отечественной войны Григорий Семенович Верещагин. В гостях у ветерана побывал глава Котлса Андрей Бральнин. Он лично поздравил именинника с днем рождения. От всей души желаю вам, конечно же, здоровья, всего самого-самого хорошего. Такое внимание со стороны большого руководства для 95-летнего ветерана, как бальзам на душу. Ведь особо гостями Григорий Семенович не избалован. Дедушка с трудом сдерживал слезы, принимая от Андрея Бральнина цветы и поздравления. Григорий Семенович один из тех, кто военные годы защищал Заполярье. В 118-й отдельной роте воздушного оповещения и связи был радиотелеграфистом. А затем, когда Финляндия вышла из войны в 44-м году, и этот фронт прекратил свое существование, его перебросили на формирование Третьего Украинского фронта. И дальше он прошел боевой путь в Румынию, Венгрию, Югославию и закончил войну в Австрии. После демобилизации Григорий Семенович вернулся в родную деревню в Конышском районе. И всю свою дальнейшую мирную жизнь возглавлял поселковый узел связи. Сегодня Григорий Семенович живет жизнью обычного российского пенсионера. Здоровье хворает, все чаще навещают врачи, но дети помогают справляться с бытовыми тяготами. Не забывают деда, внуки и правнуки. Их у Григория Семеновича 14. В Архангельской области стартовал автопробег региональной организации «Союз Чернобыль». Его участники пройдут по населенным пунктам области, чтобы рассказать о льготах, которые положены ликвидаторам. 22 марта участники автопробега посетят и Котлас. Они соберутся в 14 часов в администрации города. У нас тоже состоится собрание. Собрание, посвященное 31-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. А также в повестку дня будут включены такие вопросы, как льготы участникам аварии на ЧАЭС и их вдовам. Поэтому есть такая просьба, чтобы они все присутствовали в данном мероприятии. Всего два дня осталось до грандиозного шоу межрегионального фестиваля стиля, моды и красоты «Восторг весны». Он пройдет в Котласском ДК 18 марта. Репетиции в Большом зале Дворца культуры не прекращаются. Расписан каждый час. Модели, которых в качестве помощников выбрали участники фестиваля, отрабатывают свои выходы и дефиле. Восьмилетняя котлашанка Милана Майборода выйдет на подиум не только как модель, но и как начинающий дизайнер. Девочка занимается в кукольном мастерской Натальи Зотовой. И вместе с другими воспитанницами художника-модельера ДК Милана представит новые коллекции одежды для кукол, которые юные стилисты подготовили специально к весеннему шоу. В этом году мы представляем две коллекции. Коллекция Чарли создана в стиле немого кино с присутствием Чарли Чаплин. Сейчас мы заканчиваем работу на второй коллекции в стиле Боха. В ней мы используем цветастые блузки, оделанные кружевом и юбки из джинсовой ткани. Сюрпризов на фестивале будет много. Участники шоу взбудоражат воображение зрителей и жюри своими эксклюзивными прическами, безупречным макияжем, боди-артом и дизайнерской одеждой. Откроем еще один из сюрпризов нашего фестиваля. Художник-модельер из Архангельска, а также председатель жюри Николай Терюхин привезет к нам совершенно новую коллекцию, которая еще нигде совсем не демонстрировалась. И котласские зрители будут первыми, кто ее увидит. В антракте фея Дворца культуры впервые пройдет перформанс фэшн-дегустация, где будут совмещены мода и еда. Кроме того, в холле ДК можно будет сфотографироваться с хэштегом «Котласс я в восторге». Фотографию затем нужно выложить на страничке фестиваля «Восторг весны». Авторы лучших фото в финале шоу получат призы. Три билета на финал конкурса «Красоты Мисс Котласс 2017» и один билет на концерт группы «Револьверс», выступление которой состоится в ДК 8 апреля. На этом у меня все новости о развитии событий. Мы расскажем завтра в то же время. Смотрите телеканал Котласс ТВ. Будьте в курсе городских событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова